Министерство финансов Франции ожидает, что в 2019 году дефицит государственного бюджета вырастет до 2,8% ВВП. В этом и прошлом годах бюджетный дефицит составлял 2,6% ВВП. Причём до 2017 он в течение 10 лет превышал 3%, что нарушало Мастрихский договор. Он был заключён в 1992 году и положил юридическое начало Европейскому Союзу. Согласно договору, дефицит госбюджета входящих у него стран не должен превышать 3% ВВП. «Как и в 2017 и 2018, мы выполняем свои обязательства перед Евросоюзом. Благодаря этому не только наша экономика, но и политика заслуживают доверия в глазах европейских партнёров. В эти трудные для ЕС времена Франция должна соблюдать свои финансовые обязательства». Президент Франции Эммануэль Макрон хочет провести реформы для поддержания стабильного роста экономики. В первом и втором кварталах этого года он замедлился на 0,2%. В итоге рост ВВП составит 1,7%, хотя ранее прогнозировали 1,9%. В рамках реформ планируется понизить корпоративный налог, налоги на жильё и ввести другие налоговые льготы, которые касаются механизма налогового кредита на повышение уровня конкурентоспособности и занятости. «Компании нуждаются в прозрачности и стабильности. По нашей оценке, благодаря положительному влиянию на корпоративные казначейства, это изменение создаст 100 тысяч рабочих мест в период с 2020 по 2021 годы». Министерство финансов прогнозирует, что в следующем году, так же, как и в этом, ВВП Франции вырастет на 1,7%. По мнению независимых экспертов, это правдоподобное ожидание. Участники ядерного соглашения с Ираном договорились создать финансовый механизм, который в условиях санкций США позволит продолжить торговлю с Тегераном. Россия, Германия, Франция, Великобритания и Китай сообщили об этом после министерской встречи в ООН. Это намерение поддерживает и Евросоюз. Группа стран намерена заключать бартерные сделки, обмениваясь товарами. «На практике это будет означать, что государства-члены ЕС создадут юридическое лицо для проведения законных финансовых операций с Ираном. Это позволит европейским компаниям продолжать торговать с ним, не нарушая законов ЕС. Такой механизм будет доступен и другим странам». При этом некоторые специалисты скептически относятся к таким планам. По их мнению, США могут изменить условия санкций и запретить бартер с Ираном. «Политическое соглашение под названием «Совместный всеобъемлющий план действий» было заключено в 2015 году. Его подписали страны «Шестёрки» и Тегеран. Иран обязался не разрабатывать ядерное оружие, а западные страны пообещали постепенно снимать санкции. Однако в начале мая этого года президент Дональд Трамп объявил о выходе США из соглашения. Он заявил, что у Вашингтона есть доказательства того, что Иран продолжает разработку ядерного оружия. Президент также сообщил о возобновлении антииранских санкций. В полную силу они вступят в ноябре. Президенты США и Южной Кореи заключили новое соглашение о свободной торговле. Документ подписали в Нью-Йорке. Дональд Трамп назвал соглашение «великой сделкой», которая сократит торговый дефицит США и позволит экспортировать больше американской продукции в Южную Корею. «Иными словами, теперь мы начнём отправлять продукцию в Южную Корею. Созданы лучшие условия для экспорта американских автомобилей, инновационных медикаментов и сельскохозяйственной продукции, что значительно упростит доступ на корейский рынок». Ранее вице-президент США Майк Пент заявлял, что в Южной Корее много препятствий для экспорта американских товаров. А за пять лет действия старого соглашения о свободной торговле между двумя странами, торговый дефицит США увеличился в два раза. «Политики десятилетиями говорили об устранении нарушений в торговых сделках, но абсолютно ничего не делали для этого. Моя администрация первая по-настоящему выполнила своё обещание». Согласно новому договору, Южная Корея в два раза увеличит импорт американских автомобилей. Теперь каждый производитель сможет поставлять 50 тысяч машин в год, не проводя дополнительных модификаций. Кроме того, Сеул признает американские нормы на вредные выбросы автомобилей, и им не придётся проходить повторное тестирование. Также для США станет проще экспортировать автозапчасти. Помимо этого, Южная Корея создаст равные условия для своих и американских фармацевтических компаний. Вашингтон и Сеул также договорились ограничить импорт южнокорейской стали в США на уровне 70% среднегодового объёма периода с 2015 по 2017 год. Президент Муджиин сказал, что новое соглашение создаёт более стабильные условия для торговли между двумя странами. Эти драматические кадры были сняты на севере Индии, в штате Химачал-Прадеш. Поток воды несёт пассажирский автобус. Как сообщают местные СМИ, в момент, когда автобус смыло, он был припаркован, и в нём никого не было. Наводнение и оползни в этом гористом штате начались в результате нескольких дней проливных дождей. «Последние три дня в Химачал-Прадеш очень сильные дожди. Сильно пострадали 10 районов. Из-за наводнений в ловушке оказались 19 человек. Мы начали спасательные операции, но у нашего штата не хватает ресурсов. Поэтому пришлось обратиться в национальные силы реагирования на стихийные бедствия». Сообщается, что из долины Кулу эвакуируют туристов. Страдает и соседний штат Джамма и Кашмир. В округе Катхуа река вышла из берегов. Жители отдалённых районов пришлось спасать из водного плена. Сезон дождей в Индии длится с мая по сентябрь. И за это время в стране выпадает 70% ежегодной нормы осадков. Это критически важно для индийской экономики размером в 2 триллиона долларов. 14% дохода поступает от фермерства. Но в то же время дожди ежегодно приносят значительные разрушения, эпидемии и человеческие жертвы. Знаковые японские автомобили представили в музее Петерсона в Лос-Анджелесе. Выставка делится на две экспозиции. Одна рассказывает, как совершенствовалось мастерство японских производителей. Вторая посвящена влиянию американского рынка на автомобилестроение страны восходящего солнца. «Всё началось в 1917 году, когда первый японский серийный автомобиль сошёл с конвейера. С тех пор они становятся всё более западными. Японцы обратили внимание на Запад и хотели подражать его методам производства, стилю и тому подобному». Среди экспонатов копия автомобиля Toyota AA 1936 года. Единственная сохранившаяся оригинальная машина этой модели находится в Гаагском музее. Ещё один редкий экспонат – Toyota 2000 GT, выпущенная в 1967-м. Она стала первым японским спорткаром. А эту трёхколёсную малютку «Фудзи Кебин» с кузовом «Монококом» впервые представили на токийском автосалоне в 1955 году. Гоночный автомобиль Nissan R382 построили в 1969-м для участия в Гран-при Японии. Здесь также можно увидеть автомобили компаний Suzuki, Mitsubishi, Mazda, Honda и других производителей. «Генри Форд, возможно, изобрёл сборочный конвейер. Но именно японцы усовершенствовали методы сборки. Они сделали её оперативной, что позволяло производству быть эффективным». Ещё одно достижение японцев – это идея украшать грузовики. Такое хобби водителей дальнобойщиков называется «декатором». Ну а легковые японские автомобили долгие годы не блистали дизайном и считались транспортом, который просто возит. Всё изменилось в конце 80-х, когда компании запустили производство люксовых автомобилей. У Toyota появился бренд Lexus, у Nissan Infiniti, а Honda стала выпускать Acura. Теперь американский рынок для японских автомобилестроителей номер два по величине после Китая, ну а доминируют в США машины марки Toyota. Выставка японских автомобилей в музее Петерсона продлится до середины апреля. Подмерное покачивание состава метро «Жонглёр» Павел Горский буквально влюбляет в себя пассажиров. Отложив телефон, книги и даже сон, искушённая публика завороженно следит за танцем шаров в такт музыки. «Мне понравилось, что молодой человек так легко жонглировал этими шариками. Такие сильные у него руки, прекрасная музыка, хорошее настроение». «Необычно. Никогда не думала, что можно увидеться в поставлении церковое в метро. Замечательно, спасибо». Новая станция, новые зрители. Чаще всего Павел выступает по вечерам, поднимая и задавая настроение уставшим после работы петербуржцам. «Это вдохновляет, это придаёт какие-то положительные настроения, нотки настроения, особенно когда вечером уставший, такой зачуханный. Или когда утром едешь, ещё не проснулся и вот видишь такое. Это лучше, чем стакан кофе». «То есть, казалось бы, два часа в день работаешь, но на самом деле домой приходишь и уже всё, мёртвый. Ну, тяжёлая, но зато благодарная, благодарная». Вот скромные апартаменты артиста. Самый яркий и дорогой угол с шарами. Репетирует Павел тут же у зеркала. Он – жонглёр-самоучка. Всё началось 10 лет назад. «Я считаю, мне очень сильно повезло, потому что в тот момент, когда я себя вот искал, и не находил, мне просто попался на пути человек, который в бильярдном клубе взял три бильярдных шара и пожонглировал». Грим наносит Дарья – жена и муза артиста. Вместе они выступают на праздниках в корпоративах. «Сначала это было хобби, потом я понял, что именно жонглированием мне нравится заниматься больше всего в жизни. И в какой-то момент, вот у меня и такой возраст был, то есть это примерно 20 лет, я стал фанатом жонглирования настоящим. И считал, что да, жонглированием должны заниматься все». Сегодня Павел преподает жонглирование детям. Английская королева допивает чашечку чая и уже через пару минут взмывает в небо над Альпами. Во Франции проходит фестиваль воздухоплавания «Кубок Икара». И по традиции его кульминация – костюмированное шоу среди дельтапланиристов. «Когда отрываешься от земли на глазах у зрителей, это ещё труднее. Но в то же время гордишься тем, что летишь и даришь удовольствие людям. Кроме того, такое шоу формирует хорошую атмосферу среди пилотов, солидарность между ними. Атмосфера очень дружелюбная и очень приятная». Около 150 участников из различных стран соревнуются, надев самые причудливые костюмы. Признаются – выглядит весело, но комфортным такой полёт не назовёшь. «Однажды я был одет в костюм слона, и было немного сложно, порой неудобно. По идее, нужно было потренироваться. Но мы этого не делаем. Поэтому бывают сюрпризы. Но мы же это делаем не ради комфорта». Кубок Икара – международный фестиваль парапланеризма. Он проводится во Франции ежегодно в течение трёх дней, начиная с 1974 года. А костюмированное шоу начали проводить в 1987 году. Десятки взрослых и юных жителей Мумбаи очищают от мусора местные пляжи, прибрежные воды Аравийского моря. Он остался после десятидневного фестиваля, посвящённого Ганеши – божеству с головой слона. На праздник в Мумбаи обычно приезжают тысячи почитателей Ганеши. А один из ритуалов – так называемое купание божества. Люди опускают в воду раскрашенные гипсовые статуэтки, и те тонут. «Из-за ритуала купания Ганеши в море остаётся великое множество статуэток. Мы просили людей не оставлять их там. Местные власти поставили несколько ёмкостей с водой, но люди всё равно опускали статуэтки в море. Поэтому пляж «Гордость Мумбаи» стал таким грязным». Экологи говорят, что добавленные в гипс вещества, а также краска – токсичны. Они отравляют воду и губят живые организмы. «Мы приводим пляж в порядок. Прекрасно, что люди проводят фестиваль Ганеши. Но после этого надо посмотреть, что произошло с окружающей средой. Лучше не использовать такие изделия, потому что это вредно для экологии». Фестиваль Ганеши – важный праздник для индуистских верующих. Они считают, что это божество даёт мудрость и приносит удачу. Масштабный фестиваль проходит ежегодно в августе или сентябре. В Рео-де-Жанейро сотрудники Национального музея Бразилии провели палеонтологический фестиваль. Он прошёл через несколько недель после сильнейшего пожара, который уничтожил почти всю музейную коллекцию из 20 миллионов экспонатов. Звездой фестиваля стала древняя женщина Лузия. Вернее, копия её черепа. Останки Лузии были найдены в Бразилии в 1974 году. Предполагается, что она жила 11 веков назад и погибла примерно в 25 лет. Череп Лузии хранится в музее. Пока непонятно, уничтожил ли его огонь. После пожара нашли какой-то обгоревший череп. Его изучают специалисты. «Экспонат предоставил Национальный технологический институт. Благодаря этому мы можем рассказать людям о Лузии, поведать её историю». Цель фестиваля – показать, что Национальный музей Бразилии по-прежнему существует. И его оставшуюся коллекцию будут пополнять. Это вдохновляет бразильцев, для которых пожар стал культурной трагедией. «Горело очень сильно. Я увидела огонь из окна своей квартиры и заплакала, потому что музей очень много значит для нас». Гостям фестиваля также рассказывают о доисторических животных. А здесь можно посмотреть на живых змей и даже подержать их в руках. «Не каждый день можно потрогать живую змею. Правда, очень грустно видеть сгоревший музей и знать, что погибло много исторических ценностей. Но выставка на фестивале тоже интересная». Национальный музей в июне отметил 200-летие. Он располагался во дворце Сан-Кристован, бывшей резиденции императора в Бразилии. В коллекцию музея входили археологические и этнографические артефакты, египетские и южноамериканские мумии, метеориты, посуда индейцев и многое другое. Пока музей восстанавливают, его сотрудники планируют ежемесячно проводить познавательные мероприятия. В столице Колумбии открылась выставка «Орхидей» – самая крупная в мире. В экспозиции около трёх тысяч красочных цветов. «Это традиционная выставка в ботаническом саду Богаты. Мы стараемся обновлять ассортимент каждый год. Не только с точки зрения растений. Это касается и культурно-образовательной программы». Колумбийцы – искусственные мастера по выращиванию орхидей. Ведь этот цветок – национальный символ Колумбии, а также одна из главных статей дохода страны. Здесь растут свыше четырёх тысяч видов орхидей. Больше, чем в любой другой стране мира. На выставке можно увидеть и неприметные дикие сорта, и десятки новых выведенных видов. «Приходите в ботанический сад Богаты, чтобы увидеть орхидеи. Наш национальный символ. Мы постоянно открываем новые виды. Не теряйте возможности прикоснуться к природе». «Для меня это мир цветов, контрастов, форм и рисунков. Я вижу всё это, глядя на них. Здесь очень приятно находиться. Понимаешь, сколько в природе красоты». Орхидеи принадлежат к одному из древнейших семейств растений в мире. Оно появилось в последний период мезозойской эры более 65 миллионов лет назад.